Мохаммад Наджибулла, афганский государственный деятель, дипломат, президент Демократической Республики Афганистан в 1987-1992 годах, председатель Революционного Совета ДРА, генеральный секретарь ЦК правящей партии НДПА, начальник службы государственной безопасности, получил известность на посту главы ХАД за свои жесткие методы и хорошие организаторские способности, из-за чего привлек внимание советского руководства, при поддержке которого в 1986 году сменил во главе ДРА ушедшего в отставку Кармаля. Придя к власти и пытаясь расширить поддержку режима среди населения Афганистана инициировал политику национального примирения, заявив о готовности создания коалиционного правительства с представителями маджахедов и отказа НДПА от монополии на власть, принятое в 1987 году Конституция провозгласила ислам государственной религии, допускала применение шариата и уже не содержало никаких упоминаний социализма или коммунизма. Эти меры имели ограниченный успех, и режим ДРА продолжал восприниматься населением как навизанное извне, в то время как маджахеды отвергли предложение о мирных переговорах. Осознавая свое шаткое положение, Наджибулла выступал против вывода советских войск из страны, который, однако, был завершен в 1989 году, а гражданская война продолжилась с еще большей интенсивностью. Спустя год после распада СССР, лишившейся внешней поддержки и оказавшейся в международной изоляции, режим ДРА был свергнут маджахедами, Наджибулла укрылся в здании миссии ООН в Кабуле, где пребывал до 1996 года, пока не был захвачен и казнен захватившими власть талибами. Жизненный путь Юность Мохаммад Наджибулла родился 6 августа 1947 года в Кабуле в семье государственного служащего Ахтара Мохаммада, по происхождению пуштуны с клана Ахмадзай племени Сулейман Хельгильзайского племенного союза. Его семейные корни находятся в провинции Пакте. Ластун и Адриана в своей работе Наджибулла Афганистан в тисках геополитики указывают родной деревней Наджибулла и селение Милан. В 1964 году Наджибулла окончил лицей Хабибия, после чего поступил на медицинский факультет Кабульского университета. В 1965 году он вступил в НДПА, а с августа 1971 года член руководящих органов Легальной ассоциации студентов Кабульского университета. В интервью газете «Известия» 29 декабря 1989 года Наджибулла о себе сказал так. Студентом Наджибулла активно участвовал в массовых антиправительственных выступлениях столичной молодежи, за что два раза подвергался аресту. В 1969 году он был впервые арестован. На судебном процессе его обвиняли в участии в противозаконных забастовках и демонстрациях, нарушении общественной безопасности и нагнетании напряженности, а также создании условий для призыва народа к восстанию и провоцировании беспорядков и столкновений с полицией. В январе следующего года он был вновь арестован за участие в антиамериканской демонстрации в Кабуле в связи с визитом страну вице-президента США. Сперо Огню в 1975 году он окончил Кабульский университет по специальности врач-гинеколог. В том же году по решению фракции НДПА Парчам он возглавил Кабульскую провинциальную комиссию партии по созданию в столице и провинции Ячейки, комитетов демократической организации молодежи Афганистана. Партийная деятельность. После Саурской революции Наджибулла вошел в состав высшего органа Республики Революционного Совета, возглавив Кабульский комитет партии. 28 июня 1978 года Наджибулл отправлен послом Драв Иран, однако уже в октябре того же года, обвиненный вместе с другими лидерами Парчам в антиправительственном заговоре, Наджибулл снят с поста и лишен гражданства. После этого он был вынужден скрываться в Москве, где находился вплоть до ввода советской армии в Афганистан. В декабре 1979 года по возвращении в страну Наджибулла получил пост руководителя службы государственной безопасности. В 1983 году ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта во главе государства. 24 ноября 1986 года экс-экспленум ЦК НДПА принял отставку Бабра Кокармаля, назначив исполняющим обязанности председателя Революционного Совета Драхаджи, Мохаммада Цамкани, который 30 сентября 1987 года сложил в себя полномочия в связи с переходом на другую должность. Новым председателем Революционного Совета Демократической Республики Афганистан 1 октября стал генеральный секретарь ЦК НДПА Мохаммад Наджибулла. Политика национального примирения От 30 до 31 декабря 1986 года в Кабуле состоялся чрезвычайно расширенный 21 пленум ЦК НДПА, на котором с большим докладом выступил Наджибулла. На пленуме были подробно изложены необходимости цели национального примирения, заключавшиеся прежде всего в установлении мира и безопасности в стране и прекращении братоубийственной войны. Наджибулла в своем докладе выдвинул два направления – внутренние и внешние. Во внутренней политике предлагалось прекратить огонь всех противоборствующих сторон с 15 января следующего года, привлечь племенных вождей местных авторитетов зон племен Хазараджата и Нурестана к сотрудничеству с народной властью, перейти к диалогу с политическими силами, находящиеся в оппозиции, а также смело и открыто установить контакты с вооруженной оппозицией и нейтралами, создать необходимые условия и содействовать возвращению на Родина афганских беженцев Политика национального примирения началась с освобождения нескольких тысяч политических заключенных 15 января 1987 года афганская армия прекратила огонь из всех видов оружия Наджибулла призвал вооруженную оппозицию прекратить огонь с 12 ночи 15 января до 12 часов 16 июля Но уже спустя два дня после прекращения огня со стороны афганской армии Лидеры вооруженной оппозиции на совещании в Пешаваре решительно отвергли мирные инициативы афганских властей, подтвердив свое намерение вести вооруженную борьбу до победного конца Несмотря на это, за три дня перемирия на сторону народной власти в Герати перешли 3,5 тысячи вооруженных мятежников в провинции Фарьеб 500 А в страну вернулись 127 афганских беженцев Всего к 10 февраля на сторону властей перешло более 20 вооруженных групп общей численностью свыше 10 тысяч человек А число вернувшихся из Пакистана и Ирана беженцев к середине марта достигло более 34 тысяч человек 25 февраля Наджибула предложил противоборствующей стране встретиться для переговоров столице Либо в нейтральной стране с целью обсуждения вопроса о создании правительства национального согласия Но противники кабульского руководства не приняли это предложение Афганский лидер придерживаясь курса на национальное примирение предпринял новую попытку для реализации поставленных целей В июле того же года в стране была введена многопартийная система Представителям вооруженной оппозиции предлагалось занять государственные посты в руководстве страны И предоставлялись полномочия самостоятельно создавать в местах своего проживания органы власти и обеспечивать на подвластной территории мир и безопасность К концу августа представители афганской вооруженной оппозиции возглавляли 14 уездов и 4 провинции А к октябрю под контроль правительства перешло 1600 кишлаков Практически полностью от вооруженных банд были освобождены провинции Фарах и Нимрус Население которых объявило их зонами мира 30 тысяч мятежников из 174 вооруженных формирований и более 100 тысяч Членов их семи перешли на сторону правящей власти Еще 90 тысяч человек вернулись из пакистанских и иранских лагерей беженцев Однако при всем этом гражданская война в Афганистане не превращалась Политика национального примирения отвергалась не только непримиримой оппозиции, но и вызвала противоречия в саму НДПА А военно-политическая напряженность в стране только усиливалась 30 ноября по 1 декабря в Кабуле прошло заседание Лои Джирги, в ходе которой была утверждена Конституция Афганистана Новое наименование страны Республика Афганистан А Мохаммад Наджи был изнан президентом Афганистана Следуя курсу на национальное примирение Президиум революционного совета в конце января следующего года обнародовал указ о помиловании некоторых командиров вооруженных групп оппозиции Ранее заочно приговоренных к смертной казни, в частности, помиловав таких полевых командиров, как Ахмад Шахмасуд, Джалалудин Хакани и Смайл Хан С приходом к власти Наджибула попытался также изменить сложившиеся отношения между НДП и мусульманским духовенством Афганские лидеры-члены руководства страны стали посещать крупнейшие мечети Кабула и участвовать в пятничных намазах Правительство осуществляло поддержку в стране ислама и духовенства При президенте был образован Исламский консультативный совет А 13 марта 1988 года Наджибула объявил о решении правительства открыть Исламский университет за период с января 1987 года по февраль 1988 года За счет государственных средств в стране было построено 20 мечетей и 324 находилось в ремонте Стала выходить орган высшего совета улемов и духовенства Еженедельная газета «Эр-Шат-Ислам» на нужды 4200 паломников в Мекку и Медину из казны было выделено 3 местами 13 миллионами Афгани и 4,7 миллиона Афгани для 102 паломников в Кербелу С другой стороны государство поддерживало деятельность всего 10 медресе, 10 домов, хранителей Корана, 134 шиитских молельных домов и 2474 мечети из 15 тысяч в стране По данным Слинкина государство обеспечивало зарплаты около 20 тысяч служителей культа, а по данным Христофорова только 11500 служителей культа находились на частичном государственном обеспечении Причем размеры ежемесячных выплат Мулам в среднем составляли от 500 до 2900 Афгани В то время как исламские комитеты, организованные оппозицией на подконтрольной ей территории, выплачивали духовным лицам ежемесячное содержание, превышающее правительственное в три раза мятеж Таная В августе 1989 года в Кабуле была раскрыта подпольная диверсионно-террористическая организация и вскоре следствию предстал заговор с целью свержения правящей власти, которой оказались замешаны армейские офицеры К концу года были арестованы сотни человек, включая несколько генералов афганской армии, что вызвало ответную реакцию министра обороны и члена фракции Хальк Шахнаваза Таная, который в один из дней, покидая кабинет президента, с возмущением сказал «Это заговор против меня лично и против халькистов». Он укрылся в Министерстве обороны и под угрозой поднять армию потребовал освободить арестованных генералов Тогда Наджибулла освободил четверых генералов, однако на этом конфликт между министром обороны и президентом не был исчерпан 6 марта 1990 года Шахнаваз Танай возглавил вооруженный мятеж халькистов против Наджибуллы Утром этого дня он с группой офицеров и сильной охраной прибыл на аэродром Баграм, располагавшийся в 50 километрах к северу от Кабула На его стороне выступили 4 и 15 танковые бригады, а также поддержали 52-й полк связи и 40-я дивизия Генерал лично отдал приказ о нанесении бомбово-штурмовых ударов по Кабулу Вскоре по приказу президента против путчистов был введен весь арсенал сил и средств Ожесточенные бои правительственных войск с мятежниками развернулись в районе Министерства обороны Главного политического управления армии вокруг авиабазы Баграм Блокировав в начале здания Министерства обороны и Главного политического управления части президентской гвардии Затем взяли их штурмом Авиация, расположенная в районе Мазарей-Шарифа, которая осталась верной президенту Подвергла авиаударом Баграмский аэродром, дивизионом реактивных снарядов «Ураган» По аэродрому было выпущено 200 снарядов Поразив взлетно-посадочную полосу и стоянки самолетов, Наджибулла позже говорил «Я так бомбил Баграм, что от него даже камня не осталось» В 12 часов 25 минут 7 марта Танай вместе с другими взбунтовавшимися генералами и семьями вылетел с аэродрома Баграм и приземлился в Пакистане где он встретился с начальником сухопутных войск Пакистана генералом Аслан Бегом и шефом пакистанской разведки Шамсу Рахманом Калу Причем во встрече участвовал один из лидеров вооруженной оппозиции Гульбидин Хикматияр 8 марта правительственные войска взяли под контроль Баграмский аэродром По мнению Сленкина, Пластун считает, что выступление Ше-Эн-Танай Несмотря на весь трагизм ситуации, стало знаковым моментом в жизни Наджибуллы Он стал превращаться во все более признаваемого лидера общенационального масштаба С которым начали связывать свои надежды на будущее все более широкие слои афганского народа Продолжение войны Свержение вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года В соответствии с заключенными в апреле того же года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА 15 февраля 1989 года последний советский военнослужащий покинул Афганистан С выводом советских войск из Афганистана для государственных органов и афганской армии складывалась тяжелая обстановка Поскольку кабульский режим остался один на один против вооруженной оппозиции Через четыре дня после вывода советских войск в стране было введено чрезвычайное положение С целью осуществления централизованного руководства страной в условиях чрезвычайного положения Указом президента был создан Высший совет обороны Родины, пакистанские и американские чиновники ожидали быстрой победы маджахедов Однако в течение полугода эти ожидания не оправдались В результате своевременной поставки оружия и боеприпасов из СССР Афганские вооруженные силы смогли отразить многократные наступления отрядов Вооруженные оппозиции на Джалалабад, Гордез, Газни, Кандагар, Шендант, Файзабад, Саланг 4 мая 1990 года указом президента чрезвычайное положение было отменено На протяжении трех лет правительству на Джабулы удавалось держаться у власти Вскоре после августовских событий в СССР в 1991 году Министр иностранных дел РСФСР Андрей Козырев заявил В Афганистане все готово к урегулированию Мешает этому только советская поддержка экстремистов Во главе с Маджабулой 15 ноября того же года министр иностранных дел СССР Борис Панкин Дал официальное согласие на прекращение военных поставок кабульскому режиму С 1 января 1992 года Россия прекратила поставки всех вооружений и боеприпасов правительственным войскам И, начиная с этого времени, ситуация в Афганистане начала заметно ухудшаться В стране стала ощущаться острая нехватка топлива и продовольствия А оппозиция на этом фоне активизировала свою агитационную и подрывную деятельность Склоняя на свою сторону военнослужащих правительственных войск Отряды маджахедов стремительно стали захватывать одну провинцию за другой Все ближе приближаясь к Абулу Советский генерал Ляховский в своей книге «Трагедия и доблесть Афгана» Приводит интересный момент Наджибулла потерял контроль над внутриполитической ситуацией сразу после того, как он объявил о своей готовности 18 марта 1992 года уйти в отставку Чтобы освободить место для нейтрального временного правительства В целях преградить отрядом Хикматияра путь и его попыткам первым войти в столицу Наджиб перебросил из Мазари-Шарифа в Кабул части 53-й узбекской дивизии генерала Дустума 16 апреля Наджибулла по совету и при содействии спецпредставителя генсека ОНБ Сивана попытался бежать из Кабула на самолете ООН Но был задержан по призыву Авакиля узбекскими ополченцами Дустума Президент вместе со своим братом Шапуром Ахмадзаем Начальником его канцелярии Тухи и начальником личной охраны Джавцаром укрылись в миссию ООН в Кабуле 28 апреля отряды маджахедов во главе с А.Ш.Масудом без боя вошли в Кабул Свергнув режим партии НДПА, правившей страной 14 лет Агентство Reuters назвало Наджибуллу последней жертвой перестройки С падением режима НДПА и уходом Наджибуллы с политической арены мир в Афганистане так и не наступил В одном из своих последних интервью The New York Times Наджибулла сказал Если фундаментализм возобладает в Афганистане, то война будет продолжаться долгие годы А страна превратится в центр мировой контрабанды наркотиков и терроризма Его слова оказались пророческими Гражданская война в Афганистане развернулась с еще большей ожесточенностью А страна оказалась раздираемой вооруженным противостоянием отрядов полевых командиров маджахедов Режим Наджибуллы на этом фоне начал оцениваться людьми как более предпочтительный В отличие от междоусобиц маджахедов и потому не случайно Что новая волна беженцев из Кабула покидала столицу со словами Да здравствует Наджибулла Казнь Мохаммад Наджибулла прожил последние 4 года безвыездно в миссию ООН 27 сентября 1996 года талибы захватили Кабул Они ворвались в здание миссии ООН Где Наджибулла вместе с братом находился с момента своего свержения и вывезли их обоих Как сообщили сотрудники ООН Наджибуллу взяли в час 30 минут ночи и убили их 4 часа 30 минут Его подвергли пыткам и застрелили Привязав тело убитого президента к джипу Талибы протащили его на расстоянии в двух километрах до перекрестка Ариана Находящегося возле президентского дворца Арк Они повесили изуродованное и окровавленное тело Наджибуллы и его брата Шахпура Ахмадзай За стальную проводную петлю на укрепленном КППУ ворот Президентского дворца командир Талибана Нур Хакмал сказал, что мы его убили, потому что он был убийцей нашего народа Талибы также издеваясь над силом убитого президента и его брата Вставляли между их пальцами в рот, нос и карманы купюры, афгани сигареты Ластун и Адрианов иначе описывают последние минуты жизни Наджибуллы Указывая в качестве виновников его гибели агентов пакистанских спецслужб Похищение и казнь без судебного разбирательства Наджибуллы и его брата Вызвало осуждение со стороны Генеральной Ассамблеи ООН Оценка личности и воспоминания современников Слинкин дает следующую характеристику эпохи Наджибуллы В другой своей работе Афганистан Страница истории дает следующую оценку Генерал Махмуд Гореев так описывает Наджибуллу По выражению советского дипломата, посла СССР в Афганистане в 1988-1989 июля Воронцова Если бы в Афганистане было 99 деятелей, подобных Наджибулле С этой и той стороны, то все проблемы страны были бы давно решены Память В 2008 году одна из кабульских радиостанций провела опрос среди жителей провинции Кабул При ответе на вопрос, какой из политических режимов прошлого и настоящего времени вы считаете наиболее отвечающим вашим интересам 93,2% людей выбрали просоветский режим Наджибуллы В том же году по случаю 12-летней годовщины с момента гибели сторонники Наджибулла впервые собрались почтить его память На траурном митинге председатель партии Ватан Ширула Джабархель заявил, что убийство Наджибуллы было совершено врагами афганского народа по приказу и хозяев извне В 2009 году был создан общественный фонд «Доктор Наджибулла» Главный редактор журнала «Международная жизнь» Борис Педышев писал о своей встрече с Наджибуллой в ноябре 1989 года в сообщении министру иностранных дел СССР Эдуарду Шварднадзе Субтитры создавал DimaTorzok